В результате, что я сказал, самое главное, что, вообще-то говоря, длинная реакция в результате взаимодействия синтеза ДТ-ритри, образуется альфа-частицей нейтрон, который несет основную энергию, не утилизируя электроны, не удастся на энергию электрона, то есть, организяя его, например, в воде или в планкете, вы можете включать нагрев плоды и, соответственно, пара нагревая, вы можете, так сказать, крутить турбину и получать электрическую энергию. Так вот, если говорить о том, я уже третий раз повторюсь, фактически идея, которую высказали Игнат Геннадий Басов и Валерий Павлович Крохин, они убедили руководство страны, что надо заниматься вот этим, понимаете, инерциальным тренировым синтезом. И что самое приятное, кроме того, что мы первые здесь сказали идею, первые эксперименты для облучения физических отношений с термоэлемой энергию были тоже проведены в нашей стране. В Фиане была создана инвеккальная установка Кальмак, и на этой установке были получены первые термоэлемые энергию. Конечно, это было очень мало, качественные решения были не высоко, но вот именно, наверное, эти эксперименты, активность этих двух людей, этих академиков, именно в том, что в направлении началось очень больно развиваться люди, стали создаваться установки все более и более генапитичные, с все большей энергией энергией. Дело в том, что я не зря вам показал второй слабый, конечно же, создание таких лабораторных установок, для которых можно исследовать физические, высокие, высокие, высокие энергии, применительно нашим здоровым программам. Они не могли остаться в стороне ягодного центра, который реализовал атомный проект в нашей стране. И поэтому, начиная с 70-го года, надо начаться активно развиваться атомных установок в нашем ягодном центре, который сейчас именуется, находится в Казахстане, называется Российский Средневековый Центр Дмитрия. Мы пошли, вот все вот эти установки, которые голубенькие в разных странах создавались, это были установки на неоденном степени, в том числе и установки Казахстана. Надо сказать, что те технологии, которые имелись в оптической промышленности, в то время они ограничивали существенные возможности создания межрепознанных установок. Самое главное, не просто энергию получить, а чтобы сфокусировать эту энергию в достаточно маленький размер, для того, чтобы получить там мишень размером 50-100 метров. Поэтому более простой способ, который увидели руководители и основатели клазового разреза, которые они не возглавляют, это было создание установок газа на ягодном лазере. Когда мы, я говорил, 1-315 метров, это вот как раз лазерная геодная, лазерная установка газа с виной волны, это 3-315 метров. В этом году создан целый ряд установок, вот эксперименты на установке СК-4, я вам уже, так сказать, ключевые показал. На этой установке мы разбили физические модели взаимодействия лазерного включения с веществом, которые позволили в будущем, в будущем, в будущем, оценивать, понять физику вот этого взаимодействия, и описать целый ряд процессов, в частности, решения демокраблучения. Но важнейшим этапом развития этих работ было создание на базе геодного лазера установки СК-4. Мы ее запустили в 89-м году, и начиная с 89-го года, или по сегодняшний день, эта установка работает. Я могу сказать, что два года назад, когда приехал один из руководителей базового группы, базового института российского, мы ему показывали эту установку, и когда по громкой связи было сказано, что есть урок по такому-то, кому-то, где вышло, мы спросили, что он у нас даже и работает, вот я могу сказать, что уже 20 лет эта установка работает, и все выставленные установки расписаны до единого, до определенной программы, которая утверждается на базовом форуме. Вот после 90-го года это некий момент, когда произошло некое изменение в идеологии создания этих установок. Ну, во-первых, это было связано с тем, что фактически был подписан договор о всеобщем исключении демокраблучения. И после этого момента были достроены установки, которые устроились ранее, все остальные установки стали создаваться такого класса в ядерных центрах в соответствующих странах. Когда мы проверили цикл исследований этой установки, примерно 5 лет, мы поняли, что все для того, чтобы решать наши задачи, которые ставят и наши теоретики по оборонной программе, и фундаментальных исследований энергетики существенно меньше. Очень мало. Ну и вообще говорить о энергии, при энергии в районе десятка килоджон, и о зажигании температурного горячего даже не приходится. Можно исследовать только отдельный процесс. Это первое. Поэтому мы в 1996 году, когда провели достаточно серьезное рассмотрение, приняли решение, что мы выйдем с предложением о создании установки следующего класса. То есть мега-джон. Сразу стало понятно, что уже ядерная лазда не пойдет, потому что когда бедерная лазда 0,24%, соответственно, на порядок меньше, чем ядерная лазда в машине, поэтому мы решили, что такая установка должна быть геонидная лазда. Наше министерство, в котором мы вышли сегодня предложение, мы сказали, что вы хотите слишком большой шаг. У вас геонидная лазда установка нет, а мы будем собрать все-таки не держать. Поэтому был сделан решение нашего министерства. В промежуточный шаг мы создали макет модуля установки следующего класса. Я покажу ее фотографию. Вы понимаете, что воздействие, когда создавалась эта установка, начиналась она проектироваться в 1997 году, от 2001 года мы заработали уже, это очень краткое время, и вообще, говоря, ни один из наших зарубежных коллег не верил, что мы ее запустили, но мы ее запустили, а мы работали здесь. Но не только это. То, что мы фактически вышли на заданные параметры, которые вообще, говоря, получаются на счет. То есть, я покажу эти тоже результаты, но фактически это означало, что те научно-технические решения, которые мы заложили в обмор, они правильные. Поэтому мы уверенно предложили создать установку с энергией 500 кг. Ну, потому что 500, потому что мы уверены, что в то время мы сможем двинуться дальше. И мы говорили, что вот установка следующая из Кра-6, она будет, мы будем подходить, зажигаем, устроит физика вблизи порога, зажигаем, посмотри. Она даже была открыта, финансирование этой программы, но через два года мы ее закрыли, по независимой от нас причине. Но мы продолжали работать. И в 2010 году мы мысли с предложением на создание установки все-таки. Мы понимаем, что мы можем создать установку, даже лучше мы. Почтя те проблемы, которые имеются на установках, создаваемых в Америке и Франции, ну, проблемы, может быть, с нашей точки зрения, мы должны быть оптимальным решением. Установки, которые будут иметь энергетику чуть-чуть даже побольше, чем установки мы получаем. В 2010 году мы вышли за предложением президента, и президент принял решение о том, что такая установка России будет создана. При этом, что очень важно, мы обозначали, что эта установка будет создана в основном на российских базах в Америке. Ну, а здесь вот такая вот очень важная точка зрения замечания, что если мы создадим эту установку, то мы выйдем на следующую позицию для нас создания. То есть мы расследуем еще и все это расследуем. Понимаете, есть еще один момент. Нам все время задают вопрос, а шлушку. Ну, хорошо, вот американцы и французы все это исследуют. И зачем мы будем создавать? Потому что давайте использовать их полотно. Так как это находится в такой пограничной области, как называется, двойного назначения, без создания такого установки в мосросе, в народе никто не будет виноват. Первая причина. А вторая, хотя сотрудничество по самому классу ведет очень активно, и мы ведет именно информация. А вторая причина, что после... Я уверен, что на этих установках зажигание будет получено, и уже больше установки, там, ввести на гаджу или у нас, и создавать не придется. Уже надо создавать установку, которая администрационная терминальная реальность. Поэтому вот это мы не сильно опоздаем все результаты, которые мы будем получать в этой установке. Ну, вот здесь показаны фотографии установки НИФ. Она заработала два года назад. Энергии 4,60 мегаджуоля. Она работает внутри эти гармоники, между ними у лазера, то есть 0,35 мегаджула. С энергией, введенной 1,8 мегаджула. Профилированный ринкрус с длительностью 5-10 мм. Подобрана вот такая цилиндрическое решение, которое мы обливаем. Ну, можете зависеть, соответственно. Ну, вот уже в течение двух лет, после фискруской установки, мы пытаемся, вот, так, реализовать программу зажигания, пока есть проблемы. А это наша установка. Сразу скажу, что не будем, так сказать, обманывать здесь присутствующие. Основу физической схемы этой установки лазерного канала за основу принято то же техническое решение, которое реализуется на установке и перемешивания транспорта. Принцип не сильно отличается от американской, но нам показалось, что с точки зрения лазерной технологии, это немножко установка попроще, соответственно, этих помещений. Мы стремимся к тому, чтобы эта установка зарахватывала не в 2020 году, а чуть пораньше. Поэтому в этой установке будет выделено 4, вот это лазерное помещение будет разведено в 4 части, и запуск ее будет по очереди. 4, так называемых, пусковых комплексов. Поэтому мы надеемся, что в 2017-2017 году проведутся первые эксперименты по решенной камере и по обновлению проблемной машины. Естественно, мы не копировали на них, наверное, на гитарскую и французскую установку, а постарались учесть те наработки, то развитие технологий, которые существуют, для того, чтобы сделать более современную установку. Ну, первое, что нас смущало, и на самом деле смущает и сейчас, что внутренне установки, я уже говорил в начале, очень хочется работать на этой установке, другой не будет, собственно, со всеми триметними мышами, попытаться осушить мыши прямого облучения и сферическую цимметрию. Поэтому в качестве основного варианта мы пошли на хорошо для нас известную сферическую рентгеновскую мишель. Ее преимущество чуть подробнее покажет. Второе, тоже будет чуть подробнее рассказано, значит, вот вы помните, параметр рентгенового клада. Вот этот параметр, когда вы рассматриваете теоретические вопросы взаимодействия назовем изучения веществом, все подходы реализуются, когда у вас монохроматическая демократия. А вот представьте себе, что вы уширяете спектр базового изучения существенно. В итоге, как бы в линейном приближении вы можете сказать, что на каждом издении лавы у вас понизится порог вот этих устойчивых, которые существуют. Так вот, у нас в центре разработана система сглаживания с помощью динамической базового пластинка. В физике я тоже эксперименту покажу. Вот эта динамическая базовая пластинка существенно увеличивает спектр лазерного изучения. То есть, деталям очень большой. В самой установке нельзя это сделать, потому что у вас вам потребуется, есть ограничение по той энергии, которую вы получите. Кучок все-таки должен быть монохроматичным, достаточно монохроматичным, чтобы получить соответствующие необходимые коэффициенты усиления лазерного канала. Поэтому это можно сделать только на конечных ставках, когда динамическая подключает вообще-то же это не еще. Мы разработали новые алгоритмы и вы понимаете, что я сказал, что количество каналов, которые будут установлены в 192, представьте, что эти 192 канала должны быть сведены в центр камеры с точностью. Примерно толщина человеческого волоса и с разновременно что приход в вас в революцию порядка 100 и 10. То есть требования жуткие. Поэтому что касается системы наведения, инвестировки и звучит, это очень тяжелая задача. в нашем центре мы учились очень с высокой степенью точности и в соответствии на этом арене реализовывать наведение разумного изучения большие. В отличие от наших американских и французских калия в ряде во всей системе предусиления мы предполагаем систему диодной накачки. Это тоже движение вперед, но сейчас уже после того, как мы начали эти переговоры, в этой системе пытаются перейти на установки неодъемлемы еще один момент это лазер и неодъемлемы элементы стоимости лазер и неодъемлемы элементов примерно 35% от стоимости всей установки чуть попозже покажу и расскажу историю про них. Мы использовали гораздо более дешевые и технологичные неодъемлемы структуры в частности нашей этой косметики. В целом те новые технологии, которые перечислены позволили нам существенно упростить конструкцию и решить стоимость установки. Здесь еще я не отметил, что мы решили, что мы будем работать на второй гармонике лазерного излучения в отличие от генетаций, которые работают в этой как раз из-за того, что мы уширяемся сильнее, мы надеемся, что всякие неодъемлемые эффекты мы падаем. Как пример того, что мы сильно упрощаем установку. Вот смотрите, что из себя представляет модуль финальный антический, который фокусирует излучение выше. Если мы работаем на третьей гармонике, как мы планируем, мы установим предскажем, оказывается, что излучение третьей гармоники практически невозможно далеко транспортировать от выхода, окончания лазера до камеры. из-за этого преобразователи частоты в третью гармонику надо ставить на камеру перед фокусировкой излучения выше. Тут же возникает проблема, связанная с тем, что преобразование не 100% излучения перейдет в третью гармонику, и соответственно это излучение тоже будет фокусироваться решением. Надо увести сложнейшие дефекционные решетки и соответственно объектив а вот это если вы работаете на втором гармонике потому что кристаллы преобразователи можно поставить непосредственно рядом с лазерным усилителем потому что вторая гармоника прекрасно проспортируется до расстояния 100-150 метров никаких проблем не зликать. Вот один из примеров как мы удешевляем и упрощаем элементы этой станции. Теперь несколько слов о том вообще как что себя представляет в лазерных каналах это на самом деле четырехпроходная неодневная установка. Вот как она работает? Вот это один канал из 192 здесь изображен такой безаметный изображен. То есть вот системы от задающего генератора лазерный ключок впрыскивается в вот это силовое усилие в котором располагается неодневный слэп вот здесь вот здесь и здесь значит излучение проходит один раз усиливается второй раз усиливается попадает внутренний такой мы его называем реверсер дальше атака возвращается еще два раза проходит и входит внутрь и идет на преобразовательное излучение преобразовательное второе тормозное когда мы создавали луч в 98 год я уже имел такие неодневные пластины которые создавали только две фирмы в мире это установка Шот и Хоя в Аминске и в 98 году я уже имел петероску когда контракт на прислание для создания таких слэп для установки луча грянул дефолт 98 года стало ясно что ничего за эти деньги которые были тогда наш руководитель Радим Иван Чекай повезло в Питер в Санкт-Петербург в институте бывшие институты они называются Минградский завод опытовского стекла сейчас он называется Нитион они сказали мы сделаем в чем проблема проблема очень простая вот это неедимое стекло варится не в платиновых типах и в принципе как бы вы ни старались внутрь кусочки этой платины попадают внутрь сваренного стекла в результате при воздействии лазерного излучения стекло выдерживает достаточно высокий высокий лучевые мокру а вот металл который находится оказывается вот этот микрометалл он хорошо поглощает лазерное излучение и в результате при нагреве оно взрывается после десятка не десяток опытов такие неодинные стороны можно выбираться так вот мы делали в Интере что очень важно было через месяц после договоренности выдали технологию во-первых сформулировали ее сделали первые образцы бесплатную арку бесплатную арку то есть в России мы обвели технологию бесплатной арки когда французские коллеги узнали про то что Россия обладает этой технологией они приехали и был специальный контракт заключен который мы в шутку называли на идее платина в результате мы проверили наши французские коллеги проверили и подтвердили что наше платина достаточно чтобы не было следов платина отсутствует и он удовлетворяет всем требованиям заявленным которые мы получили на этом новом степле и фактически с этого момента были созданы три типа сначала для установки искра луч потом установки искра 6 ну и сейчас он завершается изготовлением первых степлов установки первого я отмечу что чем они отличаются они отличаются размером потому что апельтура лазовая точка на установке 20-20 сантиметра силовую усилитель лимитра тоже очень похожее а на установке правил ВМ она будет 40-40 а на искре 6-й до 30-30 то есть это очень важный момент потому что это ключевой элемент сантиметра ну и могу сразу сказать что требования на архитическое качество то есть на шероховатость этого элемента наличие пузырей неодноровности очень высокие и вообще говоря так сказать вот это тоже момент истины для нашей архитической промышленности сможет ли она для тех элементов она делает достаточно хорошо а вот сможет ли она 192 канала которые каждые 18 привязывают это целый отличий вопрос который будет завершать теперь вернемся к вопросу 3-й 2-й гармоники ну вы видите если вы посмотрите параметр нашей установки то мы собираемся на 2-й гармонике на решение 180 мега джу или 9 наши американские коллеги примерно при той же примере 1,8 на 3 то есть соотношение потерь есть мы задали для себя вопрос сколько же теряем мы самой когда мы начинаем получать решение например в температуре рентгеновского изучения вот это внутри вот этого окна и оказалось наши расчеты показали что если возьмем филлический бост боксер то же самое примерно получается для цилиндрического бокса мы теряем всего лишь в температуре 15 раз эти 15% мы сверху окупаются вот той дельтой энергии которая у нас остается в этой гармонике это был первый шаг почему мы выбрали вторую гармонику второе второе одновременно второй гармоника почему любили физическую вещь вот вот эта установка из кропей о которой мы поговорим о самом деле четвертоэтажном здании вот это крыло примерно 100 метров в нем располагается 12 каналов на этой установке мы в основном исследуем физику работы мишени непрямого облечения вот у нас здесь изображена внешняя оборочка примерно 2 миллиметра внутренняя мишень примерно 304 земли тонн ну и диаметр отверстия до года у вас даем излучение 600 чтобы вы еще поймете что точность наставки излучения той точки которой надо составляет толщину человеческого может 10 нац и разновременность 50-50 так вот оказалось что вот эта конструкция мишени оказалась очень удачной дело в том что в результате использования такого сферического бокса на одной левой получает очень высокую однородность рентгеновского поля вокруг вот этой мишени и это подтвердили это расчет и это подтвердили большое количество экспериментальных исследований которые провели на установке сделки рентгенов мишени вот вы видите вот это вот отверстие диагностическое через которое во внешнем коже внутри него вы видите так называемый обскороган или так сказать изображение мишени в собственном рентгеновском изручении потому что излучает мишень вот это достаточно однородная внешняя поверхность мишени которая когда вспыхивает когда приходит в нем узкий потом так сказать перестает светить сгоняется и вот в центре вторая вспышка появляется вот если посмотрите на время как идет сгоняется в центре то смотрите вот это первая вспышка когда вспыхивает коробку а это вот когда сжатая дермония мишени дермония сгоняется сгоняется вы видите какой высокая симметричность кругленькая компактная и отличная дальше фактически если это так то наши одномерные расчеты достаточно хорошо должны описывать всю самую пункт параметку вот здесь есть несколько картинок которые показывают что наши одномерные методики достаточно хорошо описывают геновское излучение соответственно температур внутри геновца ну и самый главный параметр так называемый метронный выход здесь написано отношение отношения экспериментального метронного к расчету который получил объединенный расчет видите вот эта кривая она падает вниз а здесь вот отнесено корень любичный изобъем доложатия или так называемое исхождение парагноза то есть отношение начальника радиуса и конечных оказывается что если мы воспользуемся теми моделями турбулентного перемешивания которые у нас разработаны то вот эта точка приближается к геновце с которой мы можем следовать и говорить о том что мы домерные расчеты достаточно хорошо описываем результат наших экспериментов с одной стороны и вот это снижение определяется определяется с которыми это несколья из этого мы анализировали двумерные расчеты сделали вывод что неоднородность облучения решения центрального составляет примерно 3% то есть анализ обскурограмм анализ расчетный показал что просто одной левой хотя лазерные пучки перепады энергии достигали 20% одновременность там определенного некоторых экспериментов была но всего лишь неоднородной составляет 3% и оказалось что это достаточно такой хороший инструмент не только для того чтобы прогнозировать и делать выводы по поводу решения но и тестировать наши теоретические модели радиационных разведений если у вас ситуация однородная то если вы контролируемым образом размутите либо однородность венгеновского поля либо значит ведете разнотолщинность оболочки а дальше начинаете по нетронному выходу сравнивать результаты с двумерными расчетами и если они совпадают то значит вы достаточно хорошо и описываете двумерные течения но я здесь были и такие и такие эксперименты я расскажу здесь только о тех которые связаны с вариацией изменением однородности ленгеновского поля для того чтобы ее марьировать контролируемым образом мы сделали специальное отверстие в кожухе и стали смещать мишень от центра его к краю внешнего поля при этом очевидно что если центр мишени совпадет и будет на поверхности вот этого кожуха то у вас фактически неоднородность составляет сто процентов вот видите здесь отбышение эффекта к радиусу бокса смещение к радиусу бокса единицы это практически сто процентов а здесь показана абсолютно нейтронный выход сравнения результатов экспериментов и расчет до достаточно высоких неоднородностей сорока процентов двумерный расчет у нас достаточно хорошо описывают эксперименты даже вот здесь отличие достаточно небольшое меньше порядка то есть это говорит о том что те двумерные расчеты которые мы используем все хорошо присутствуют результаты экспериментов то есть на них можно отказаться когда мы проводим рисунок теперь то есть фактически у нас есть инструмент мишень который очень обеспечит очень хорошую обновленность подключения в инференции мишени теперь вторая проблема как мы говорили это проблема с тем что пилианты квадра достаточно большое мы стоим в гормонах и вторую возможны такие и еще есть одна проблема у нас заключается в том что если просто ничего не делать и в каком-то хорошем качественном базовом анализе фокусированном излучении посмотреть что из себя представляет распределение плоскости мишени то вы получите вот такую картину очевидно что никаких разговоров о том что здесь имеется один процент неоднородность просто не приходится стопроцентные права да еще и мы они мелкомасштабные и эти мелкомасштабные приведут естественную развитие неустойчивость тогда для того чтобы уйти от этой ситуации на пути пучка ставится такая случайная фазовая пластинка или пеноформная фазовая пластинка стационарная тогда вот эти неоднородности они несколько зарываются и у вас получается более однородная огибающая форма но опять же все равно мелкомасштабные неоднородности остаются тогда все придумают давайте этот пучок начнем вот так вот трясти причем характерное время тряски этого пучка будет меньше времени газогеномического водка камешей ну и дальше возникала куча идей у экспериментатора давайте мы этот пучок просто возьмем и после этого пучка сначала начнем дрожать так чтобы например дрожание чтобы два-три вот этих спектл вот этих маленьких точечки пересекать ну вроде бы должно сложиться так оказалось что линейными способами то есть ну там скажем какие-то оптоакустические модуляторы используют какие-то оптические методы такие динамические способности характерное время составляет вот этих динамических болтаний ну в районе стапикосекунд 50 стапикосекунд в зависимости от быстрых действий мало потому что надо болтать со временем меньше пикосекунд и тогда можно надеяться что не начнется вот этих вот развитых устойчивов ну вот в нашем институте предложение использования стационарной малоплотной плазмы поставили в эту пучку значит причем значит это поставили два условия с одной стороны она должна быстро изменить свои свойства то есть она должна быть термоэлемой значит скорость разлета плазма должна быть 10-7 сантиметров в секунду как эта термоэлемая плазма с другой стороны эта плазма должна слабо поглощать чтобы пропустить все измечение в ныше оказалось что экологическая ныше для такой плазмы существует параметры будут ее определены и было сделано следующее были проведены следующий вот сделана вот такая сеточка она была поставлена вот в эту зону и первые же эксперименты показали что крючок идеально сглаживается никаких вот этих спеклованных все эти спеклованные картинки замываются а характерное время замывание происходит с характерным временем то есть дрожание этой картинки с характерным временем 0,4 пик сетку значит и мало того понятно что раз вы вводите фазовую модуляцию этого лазма пучка то одновременно вы получаете ужирение спектра и спектр пол-экстрем увеличился до 40 но этого тоже было мало мы взяли провели исследование что будет с плазменной неустойчивостью которая развивается в таких плазм оказалось мы взяли одну из характерных плазменных неустойчивостей которые приводят к генерации плазмы 3-2 гонок это когда сливается основной механизм квант плазменное излучение с плазменной волной с частотой которые также не делятся так сказать оказалось что применение вот этой динамической фазовой пластинки или плазменного слоя приводит к тому что действительно предположение что ужирение спектра приведет к снижению чувствительности к плазменной неустойчивости оказалось это не менее чем так вот эти первые эксперименты мы сейчас будем продолжать и кстати говоря вот в частности ухлотворил да могу сказать что если вы просто начнете на пальцах оценивать характерные пенуни однородности этой плазмы как она разлетается разделить на скорость это вы никогда на 4 пикосекунды при строении не получите масштаб на 4-5 пикосекунды и вот этот вопрос теоретики так и не смогли объяснить и вот нам обратились Николай Борисович и такую задачу поставили чтобы мы могли управлять этой плазменной пластинкой чтобы впоследствии мы могли бы значит уверенно использовать эту методику для изучения документного решения значит дальше мы перешли к вопросу ну хорошо со второй граной вроде разобрались вроде можно выбрали сферический бокс вроде это лучше дальше значит мы стали смотреть а как же там с решением прямого облучения ну и выбрали систему облучения системы расположения вот этих 192 лазерных пучок такое что вмешение сферическим рентгеновского облучения мы получаем неоднородность менее 0,2% наши расчеты показывают старинные на экспериментах но оказывается что мы можем работать с решением прямого облучения потому что пучки оказываются однородно расположены параллельности сферы неоднородно составляют 3% тоже неплохо но при этом вы понимаете что энергия уже на решение любого облучения более эффективно с учетом системы сглаживания это позволит вообще не так и эксперимент поставить походу разрешения решения а если потерять еще 15% энергии то мы можем ввести все эти пучки в цилиндрическую решение таким образом мы сможем реализовать эксперименты со всеми типами решения а это не наша картинка это просто чтобы вы понимали грандиозность проекта вот это камера алюминиевая камера с фотографией с установкой это камера вакуумная где в центре будут располагаться решения это камера алюминиевая диаметра 10 метров с толщиной стенки 10 сантиметров массой это камера ну так немного 80 ее надо изготовить поставить в центр камера и вся нам обеспечена вот такими дырками для боговазых лечений и для основных дырковных да кстати говоря хочу сказать почему алюминиевая вот у нас существует такая легенда что это грандиозная энергетика чистая вот на самом деле это немножко легитно потому что мы выбираем американца и французы алюминиевую камеру потому что если мы проводим эксперименты зажигания то в течение четырех часов после проведения этого эксперимента в помещении где находится камера заходится поэтому а если там находится железо то фактически через три-четыре выстрела если железо с остальным пределом то в результате через три-четыре выстрела можно остановить то есть вот на несколько лет что-то обоих активных поэтому когда говорят о чистой термогенном леке к этому относиться надо очень очень внимательно ну вот здесь уже спроектированные и отработанные элементы мы говорили с вами о том что все 192 пачка будут разделены по 8 и вот это элемент силового усилителя в каждом силовом усилителя где я показывал будет располагаться под 9 вот таких вот модулей друг за друг и в новой и неодимовая пластина будет располагаться под углом блюстера иметь единую систему накачки то есть вот внутри вот этого 9 усилителей будет некий световой котел в котором будут накапливаться лазерные энергии в смысле энергии накачки а вот кассета с этим ксеном и накачки которые испытывают и излучение ну происходит инокапливание сомерного силуна создается внутри лазерного кастера а вот это элемент представляет это будет все располагаться вот таких огромных опорах и вот таких конфигураций фрагмент 4 много веков таких фрагмент по 4 штук все 192 канала в этой лединии в этой системе теперь я покажу это не на чеку я вам вещаю что в следующий раз мы сделаем как нас вдруг усиливается на установке и фрагмент сейчас посмотрим как это все происходит на установке нет тогда вам и понятно это 4 раз с помощью это излучения и как нужно сделать зашивание 8 7 6 5 4 3 2 1 шот вот от заведующих дни в излучении попала пришло усилитель и у каждого усилителя мягкие накапливаются вазы в качестве у нас все ощущения и еще вот пришло 11 усилитель упустим упустим второе раз заходят еще два в ретрофон допустим один упустим вот Вот они приходят в систему транспортного рот, которые показывают камни, происходит разделение на 4 пушка и отправляются в руках. Дальше попадаются на галактический модуль, когда я вам говорил, происходит организование в третью гармонику, и освещает эмбранику. Дальше происходит организование в базовой заслужении в Дюргеновской, и мы еще не обещаем. Здесь как раз в самом деле свои решения и специальные подразделения. Дальше. Антагностики в основном ограбляют. Дело в том, что многие из вас здесь почти все теоретики понимают, что когда у вас в разложении существует в качестве нулевой гармоники, в смысле сферическая пункта, то, возможно, вы получите сферическую симметрику. Вот если посмотреть на основные гармоники, которые реализуются при облучении цимметрических мишеней, там всегда существует первая гармоника. Всегда. Пусть там амплитуду можно вариливать. Тем не менее, с этой первой гармоникой надо всегда бороться. Поэтому цимметрические мишени изначально как бы заложена ошибка, то, что возникает и то, что это не важно. И на сегодняшний день мы по предыдущим данным, пока еще то, что мы получили, секреты мы не имеем, но больше, чем порядок по сравнению с 2-метрами расчетов получается отличие экспериментов из ракетных расчетов. Но по нашим отцаме менее 3% облучения, неодорожность облучения на цимметрические мишени, скорее всего, не так. Потому что первый гармоник подавить практически не можно уже. Поэтому, если мы реализуем все, что мы планировали, мы очень надеемся, что мы сферично облучим решение, и решение не усиливается. Ну и теперь несколько слов я скажу о том, что кроме, конечно, процесса зажигания, как мы говорим, конечно, будет и... Да и сейчас, на самом деле, те установки, которые у нас работают, они позволяют проводить очень красивые исследования по физике и социальным разделам. Здесь я бы показываю основные достижения, которые были получены за последний год в нашем институте, в нашем институте лазерных физических исследований, которые, ну, как бы, говорят о том, что не только может зажигание произведения, но и исследовать физические процессы. Ну, например, вот, мы получили аграционное давление на уровне 80 миллиардов, и все время провести исследование на уровне состояния вещества при вот таком высоком давлении. Вот те технологии, которыми мы обладаем, у них, на самом деле, более широкое значение. В частности, мы участвовали в программе создание научных приборов для космоса, для академии, ну, по-русски, для института космических исследований, и, в частности, для международной программы института РФ, разработали технологию создания эргеновских зеркал. Значит, мы ее даже показывали, Владимир Владимирович, когда он приезжал. Значит, просто, чтобы вы понимали, нам надо создать эргеновское зеркало, диаметр, вот такой полус, да, диаметром в среднем 20 см, высотой 80-80 см. А внутренняя поверхность, это взаимодействие с шероховатостью, четырех сторон. Такой технологией мы практически освоили. Сейчас мы просто тиражили для того, чтобы оснастить космические аппараты. Это уже не нанотехнологии, а субнанотехнологии вообще. Очень большую гордость вызывает то, что в последних конференциях у нас в Швейцарии наши американские коллеги признают, что мы являлись в нашей группе и имперации «Видера» в создании лазеров, сделанных накачкой, называемых лазером «Видера» «Видера» Это уникальный вообще лазер, который мы не можем использовать. Мы говорили о новой алгоритме и алгоритме июстеропии и алгоритме июстеропии позволили не только создать новую систему сглаживания, но и создать новые отформированные зеркала и существенно упростить вообще систему электронных закладок. Ну и последнее, что мы получили, это мы осуществили сложение фазов, 16 волоконных фазов, чем, так сказать, добиваются очень многие люди, пока успехов не было. Ну самое главное, самое главное, что все эти работы, поскольку сотрудники, мы хотим, как возраст которых, мы не успеем. Поэтому, значит, у нас действуют две кафедры. Сейчас в регионе и фиг, кафедра, лазер-патриболевые синтезы в Носковской фестивике, надо сказать, что более 30% сотрудников института лазер-патриболевых института молодые люди. И мы начинаем реализовывать эту идею, что мы создаем центр компетенции, центр компетенции, я приглашаю вас участвовать в тех экспериментах, которые по работе у нас. Приходите со своей неделей, мы готовы послушать. Кстати говоря, ежегодно на городской школе молодых классовщиков, я думаю, я думаю, 5-ю школу, в случае, я как бы, 6-я, мы, кстати, в Москве надеемся привезти, мы будем, чтобы нам было легче. Мы готовились, так сказать, мы, чтобы познакомиться с нашими молодыми ребятами, и, кстати, они, кстати, тоже здесь присутствуют. Пожалуйста, прошивайтесь, как бы лучше. Но, в принципе, я считаю, что та база, которая у нас существует, она уникальна, она вся в объединенных цепи, как и в пользу, пожалуйста, принадлежать к этому. Ну, а то, что здесь уже не раньше, это мыслить, как бы я хотел сказать. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Вопросы нет. Вопросы? Да. На них есть ситуация следующая. Вопросы очень сложные. У них существуют проблемы с оборудованием. Они сначала имели, в отличие от вымерных расчетов, примерно 30-40. Сейчас они уже тратили, когда у них еще это не спрашивают. Значит, и вся главная задача, что они пытаются разобраться, что они говорят, что лечение, которые они не хотят, до конца они не разобрались. Значит, если этот уголетный, если это неоднородный, кто-то масштабный, мне кажется, что это неоднородный связь с дешевым среднему счету. Все-таки выше получается. С первой гармоникой никто еще не смог этот хер жать, как по-другому. Даже по счету, по счету, по счету. Если же этот уголетный перемешивание, то это все уже становится. Когда придется, у них ничего, типа, обладает. А «Мегажур» когда начинает работать? «Мегажур» начинает работать, но не все время откладывается. Не вообще, когда откладывается, допустим, в будущем, через год, то что у американцев, но не откладывается, потому что существуют какие-то проблемы по определенным системам. Но планируется, что умеет заработать в различные достижения. Инструменты у нас считают, что это очень классно. Вы считаете, что им удастся даже? Я думаю, что американцы удастся. По крайней мере, коэффициент усиления получит изменацию. Но не может быть. Такая машина имеется. На пороге ржей должны быть люди, и это не французы, и это не французы, и это не французы. Очень многое нет. Ну, все, уже близко. Все будет. А если надеюсь, что в 2014 году зажигание не произойдет, как это скажется на пресс-свету или подобного рода? Или сейчас, как это сказалось? Как это сказалось, что на токамаке уже в течение, по-моему, 10 лет на каждом очередном токамаке зажигание не получили? Точно так же. Я думаю, что, еще раз, вопрос оказался сложнее. Ну, действительно, сложнее. Но очень близко. Они подошли очень близко. Я не знаю, что экспериментов еще не так было. Я не знаю, что вы получали. Малин. Можно? Да, пожалуйста. Вопрос такой. Вы произнесли, что вот эта установка, с которой вы работаете сейчас, сказать, собирайте эту вещь. А на вообще следующей замене уже будет настоящая установка, которая будет, говоря, безумно, в том числе, по-моему, реально висеться? Ну, слышно правильно. Ну, я думаю, что... Вы бы так говорили или не по-какадам? Да, я примерно. Я считаю, боюльный. Нильный заключается в том, что если делать установку уже следующего пока-нибудь, уже делать демонстационную. То есть, на котором отработать лазер с частотой 10 Гц, какие-то элементы банкета... Ну, я... Моем, опять же, американцы к этому сходятся. Вот эта вот чистая схема, которую я нарисовал, она не ревизуема. Просто вы там дыкнете, просто очевидно. Поэтому, скорее всего... И сейчас, кстати, мы, те, кто занимается магнитным удержанием, вплотную начинают говорить о том, что надо проводить с гибридными системами. То есть взять еще дополнительно дорожные ядерные топливы, которые на атомных станциях получаются, потому что не строить дополнительные... это самые... склады для хранения этого ядерных отходов. А гибридная система на основе инициального синтезонария или там магнитного синтезонария, она позволяет, так сказать, фактически одновременно с получением гибридной энергии еще и освобождаться от реактивных. Такая система существует. Если вы внесете дополнительные коэффициенты усиления, коэффициенты усиления в план, который на вашу, так сказать, гибридную систему, ну, хотя бы 20-30, что вообще-то не разумно, то ситуация с замкнутой системой существенно проявляется. Поэтому американцы, они периодически вращаются к этому вопросу, где-то года три назад был... Мы обсуждали, так называемый был доклад при МГТ, руководителя базового программа «Левернора», где они выступили с идеей открытия международной программы «Лайф» согласны. То, что они еще добавлены. То, что я не рассматриваю, они как бы стараются туда еще и притянутся на фотосекунды разы. То есть как бы, вот у нас один и один и один и один, и один и один, и один. Да, вроде бы по оценкам, если рассматривать немножко другую сцену. Мы с этого зажигаем, то есть когда еще и работаем фотосекунды разы, то вроде бы энергии потребуются достаточные, ну, нынешние существа, 500 кг, 300 кг, может, еще и не потребуется коэффициент усиления порядка, там, лечь сотни получают, нынешние, когда мы делаем участие. Вот эта система, у них получается замкнула, они говорят, ну давайте мы считаем, что на нефе мы зашлись, давайте подумаем, как он сделает это. Вот они говорят о том, что на первом этапе может иметь смысл взяться за день. Тогда, да, действительно, тогда надо сейчас уже работать над вопросами связи с частотой базы, ну, так, ну, мега-джоной базы, чего еще это не очевидно. Второе, это надо отрабатывать гибельную систему. Ну, это еще вопрос. Да, вопрос. А вот какую мощность потребляет сейчас такая база? Ну, электрическую мощность? Сейчас могу сказать, что подстанцию устроили мы 10 мг. Честно говоря, нет, ну, электрическую. И еще. Ну, у нас надо гряд, там же как работает, там же конденсаторная батарея, которая достаточно долго заряжает. Ну, накопили это? Ну, так. Вы же с огромной частотой питаете? Нет, я же говорю, если вы говорили про УФЛ-двое, ну, хорошо. Нет, дальше вы себя питаете сами должны, в принципе, в инстанции. Да. И еще одно. Вы понимали, что такая система нужна как двойного назначения. Да, такие есть, и всегда возникает такой вопрос, у вас ребят и всюду. А может быть, вы на этот вопрос задумываете? Нет. Ну, не там, не точно. Ну, я бы по-другому задумывал, не так, как проще. Морганада, Минальянский, что вы спрашиваете? Я говорю, главный корпус МИФИ можно спасти? Подожди, Минальянский, это-то я. Ну, да, я на Коскову могу влечить, когда у меня спрашиваю. А есть у нас такие вещи? Запасные уравния, что вы, конечно, не делали. Ну, а что американцы не спрашивали? И дальше, чтобы американцы будут понимать, как у нас мы сейчас делали. А вот скажите, что сейчас мы будем делать в основании базового мужа? Конечно, и в наших условиях. Вот литература. Вы меня ставите очень сложное условие, я, конечно, могу очень много рассказывать. Нет, не надо. Давайте я расскажу про американское. Нет, не надо. Русатом ведет сейчас работы по запуску ядерно-энергетической установки в космос. Да, это рискованный проект, но, тем не менее, он есть. И, значит, заряжаемый с кем-то светлют, он нормальным образом обещает сделать космос. Напомню, что в «Красной звезде» высокая 20-киловаттная машина, она в свое время, скажем, где-то близко, или 7 киловатт. Поэтому вопрос, насколько лазерная, как энергетика, я думаю, там не стоит. Что касается американской программы лазерного мужа, она есть, конечно. Есть как системы стратегического назначения, так и тактического назначения. Лазерные системы. Есть программа АВЕ, так называемая. Это лазерный мегаватт уровня мощности воздушного базирования, который, так сказать, подустановленный самолет. 3,3 мегаватта с очень хорошей последовательностью. Я не видел, что он не того, что он может, где-то в районе нескольких единиц, нескольких элитов, не требует очень серьезно. Существенное объединение на цель тоже примерно такое. Ну, понятно, что есть линии, диверсионных экспериментов с билой ракеты, и наши на цель, например, в километрах на 70. Хотя в задаче, которая ставилась у них в ТПЗ и объявлялась открытие, это примерно 500. Очень ярко сказать. 500. Ну, это понятно, потому что, так сказать. И основная цель – это наши баллистические ракеты и воздействие от них на вставки, поэтому использовать ее надо как раз в каких-то больших постановках. Но по каких причинам, не объясняем до конца, можно только догадываться. Значит, первый образец этой пособственной работы используется в ТПЗ. То есть они сейчас обзначены в другой фазе, потому что эксплуатационные характеристики – это очень тяжелое движение к словам. Значит, создана актическая система для, так сказать, для действия высокоточного оружия и соответствующего рисунка эксперимента. Ну, на корабле, я видел фотографии, так сказать, в интернете и везде таких систем. Ну, вообще говоря, так сказать, видно, что они не знают. А наши китайские соседи? А китайские соседи примерно то, что делаются по нормам, но я не явку, я познакомлю, я знаю, что у них были бы дамы такие трудовые ситуации, что они воздействовали на, при отработке, не будут искупить. А тогда будет так. В общем, я вам сказал, сочетую. Спасибо.